Он выходил Что не похоже на кино Комбот кричал Держите фланги А фланги сутки Уж молчат И к пять часов Бомбили грады Российской армии И напад Взвода на небо Уходили Ведь после градов Минпотор Из минометов Два П-9 С названием нежным Василет И как стояли Спина в спину Уже не сорок В пятером Как из селезки Выходили Под старопэшевым Потом Как среди трупов Затерявшись Где Псковский Проходил спецназ В тела стреляя Без дыханных Не отводя Постыдных глаз Как Димка с криками Ведь хвостя Я их щетришки Придержу Лед с пулеметом Вынул сошки И залп нарушил Тишину Он ранен был С пробитым легким Ведь до своих Нет До ползти И прикрывал Осознавая Что здесь конец Его пути Десант российский Окружая В ДМК Своё кольцо Ребята с боем Прорывались Из зоны действия АТО Команды штаба Выходите Для вас создали Коридор В котором их Как будто в стиле Лупили снайперы Лупили снайперы Лупили снайперы И вы поверьте Очень страшно Оставить И не хоронить Друзей С которыми Нерасты Старался Пайку Разделить Он выходил С-под Иловайска Ему Чуть больше Двадцать В руках Зажатая Граната И палец У кольца Чики Ну что ж Этим видео Я поздравляю всех Кто стоит На страже Добра На страже Светлой стороны Истории На страже Всего прогрессивного Человечества От Кто защищает Родину От Бело-синя-красной Чумы Это Праздничные Вести Недели Вот Тема Сегодняшней Программы Значит Украинские Националисты Сорвали И сожгли Российский Флаг Урус Сатурничества В Киеве Чем это Все грозит И во что Это все Выльется СМИ Сообщили О причастности ИГИЛ К стрельбе Сколько раз Путин Не говорил О том Что мы Победили ИГИЛ Столько же Раз ИГИЛ И Производил Новые Террористические Акты В Российской Федерации Организация Которая Запрещена В России Но которая С успехом Действует Помощник Главы Якутии Пройдет Тест На алкоголь После скандала В самолете Где Сам Глава Якутии В конец Оборзел Мельдония Мало не бывает Результаты Анализа Пробы Александра Крушеницкого Гладят В пользу Версии О неосознанном Применении Допинга С его стороны Ух Интересной Тема Будет у нас Не без дня Попросил Хелин Не называть Российские Власти Режимом Путина А называть Как есть Режим Геббельса Значит Глава Союза Журналистов России Призвал Коллег Не превращать Телефир В боксерский Ринг Хотя Путин Превратил Всю страну В боксерский Ринг Ну и История Вопроса Вопрос истории 23 февраля Что происходило Лет 100 тому Назад Обо всем подробно Прямо Сейчас Итак Украинские Националисты Сорвали И сожгли Флаг Российский Флаг У Россотрудничества В Киеве Так Запись идет И Ну Для кого-то Нацисты А для кого-то Настоящие Патриоты Своей Страны Сразу После Заявления Порошенко Что российский Флаг Надо запретить Во всем мире Как символ Всего самого Плохого В человечестве 20 человек Вошли в помещение Россотрудничества И сожгли Российский Флаг Молодцы Наш МИД России Направил Ноту Протеста В МИД Украины Вот цитата Призываем МИД Украины Прилечь Радикалов К ответственности Правовой И уголовной А также Принять Меры По Недопущению Этого В будущем Украинские Патриоты В здании Россотрудничества Разрисовались Стены Краской Выкрикивали Оскорбление В адрес России Во время Данной Акции В здании Находилось 56 Или 50 Детей Они были Напуганы Это заявил Глава Россотрудничества В Украине Константин Воробьев 56 Все-таки И тут Отца Того не подозревая Рушит Миф Кремлевских СМИ О том Что в Киеве Все фашисты Ибо Раз там В том помещении Были дети То как Настоящий Фашисты Украинские Патриоты Должны Были детей Увести Во Львов Или еще Куда-либо Чтобы над ним Ставить Опыты И выкачивать Из бедных Детей Кровь Для Для Этих Самых Атошников Но этого Не было И этого Не произошло Значит Все-таки Они не фашисты Они настоящие Патриоты Своей Родины Киевские Патриоты Не трогали Про российских Детей А это Как раз Таки Не вяжется С образом Украинского Рейха О чем Постоянно Твердят Соловьев Киселев А что касается Погрома В здании А чего Вы в России Ожидали В Украине Или на Украине Идет война Идет война С вами И мы Ее Начали Нет же В СО Например На Кубаве И в Повороте А вот Армия России В Крыму И на Донбассе Есть Это уже Всем Это уже Доказанный Факт По сути Исходя из Этой Парадигмы Почему Киевляне Должны Терпеть Офис Врага В своей Столице Не должны Ни в коем Случае Не должны Никакого Сотрудничества С Украиной Уже Быть Не может А сотрудников Россотрудничества Надо Не Подставлять Под гнев Под праведный Гнев Украинцев И немедленно Эвакуировать Дабы они Не попали Под удар Эвакуировать В Россию Украина Нам враг А не друг С 2017 Года И мы Сами В этом Виноваты Идем дальше Значит СМИ Сообщили О причастности ИГИЛ К стрельбе В Кизляре В Кизляре В Кизляре 18 февраля Во время Праздня Матленицы Вооруженный Мужчина Открывал Стрельбу По людям Собравшимся Около Православного Храма Дежурующие На месте Бойцы Росгвардии МВД Уничтожили Преступника Четыре Человека Погибли Трое Раненые Помните Что Путин Один из Аргументов В пользу Создания Еще одной Структуры Силовиков Проводил Что надо Взять оружие Под контроль Российской Федерации А тут мы Открываем Новости В частности Life News И читаем Мужчина Расстрелял Людей Около Церкви Поверь Поверь В том Что он Был Игилович Потому что Игила Уже Не Существует Она Уже Давно Разбомблена Западной Коалицией России Довольно Нелегко А что Там Позошло В Кизляре Ответ Очень Простой Многих В Дагестане К сожалению Устраивала Так Лановая Система Которая Сложилась И Которую Старается Разрушить Соложилась Веками Естественно И Которую Старается Разрушить Васильев Да Она Коррупционна И приносит Вред Экономике Дагестана Но Люди К ней Привыкли Знали Куда Денежку Занести Чтобы Например Построить Дом Махачкале А сейчас В Дагестане Чистка И она Воспринимается Не как Восстановление Порядка И законности На территории Дагестана А как Приехали Эти русские С Москвы Хотят Поток Бабок Под себя Поднять Ведь Храм-то Был Православный А Это Не Была Мечеть Всегда Поражаешься Тому Что Вроде Как Есть У Росгвардии МВД ФСБ СКР Отойти В любой Аул И Хозяин Дома Хвастается Новеньким Или Позолоченным Автоматом Калашникова Вот Это По-путински Взять Оружие Под контроль Причем Эти Квоты По которым Распределялись Посты Среди Народов Дагестана Они Были Конечно Неэффективны С точки Зрения Управления Ведь По ним Не всегда Проходили Во власть Дагестан Лучшие Люди Республики Но Эта Система Поддерживала Хрупкий Мир В данной Кавказской Республике Между Ее Народами И Соседями Потому Что В той Старой Системе Во власти Были Представители Каждого Из народов Дагестана Да Были Спецоперации КТО Но Большой Войны С 99 Года Не было А тут Такое Очевидно Мусульмане Не Не Расстреливает Христиан Прямо Около Церкви Скорее Всего Это Мужчина Не Принадлежит Какой Либо Террористической Группировке Он Просто Подумал Что Пора Резать Русиню Так Что Можно Сказать Что В Гази Так Что Можно Сказать Что В Дагестане Сейчас Открывается Еще Один Очаг Прочистояния Мусульман И Христиан Ну Скорее Все это Неверно А вот Очаг Сторонников Путина И его Врагов Это Это Думаю Скоро Там Начнется Большая Мясорубка К Сожалению Еще Есть Мнение Даже Что Еще Одной Войны На Кавказе Россия Не Выдержит Тут Пока Еще Неизвестно Выдержит Не Выдержит Их Было Очень Много За Тысячелетнюю Историю Руси Посмотрим Как Сложится В понедельник Помощник Главы Якутии Пройдет Тест На алкоголь После Скандала В самолете Рейс Авиакомпания Аэрофлот Москва Якутск Вылетел Позже Из-за Инцидента С главой Якутии Который Не подчинялся Требованиям Экипажа Предъявить Билет А вместо Билета Начал Оскорблять И унижать Как пилотов Так И Борт Проводников После чего Главу Якутии Егора Борисова Вместе С его Помощником Сняли С рейса С большим Количеством Алкоголя В сумке И думают С большим Количеством Алкоголя Внутри Самого Руководителя Республики Но Вы Знаете Да Вот эти все Барские Замашки Пропустите Самолет Я глава Республики Как вы Смеете Чего-то Требовать И так Далее Это все Не новость Но когда Смотришь на это Все и думаешь А что Главу Якутии Вызывал Президент Да нет Что он делает В Москве Вообще Тем более Тем более Сейчас Можно По скайпу Отдавать Любые Распоряжения Что вообще Глава Якутии Делал В 3000 Километров От Республики Сахи Или Саха Ну местные Меня Подправят И Приходишь К выводу Россия Великая Страна А вот Что-то Хорошего Купить Даже Хороший Алкоголь Или Решить Свои Проблемы Надо Лететь В Москву Или Санкт-Петербург Парадокс Нигде В мире Столица Не Не Оторвалась По Развитию От Провинции Как у Нас Если Даже Глава Якутии Глава Республики Который Добывает Алмазы Ездит За водкой В Москву Позор Позор Главе Якутии Еще раз Интересная И реакция Чиновников Чиновников Республики Саха Или Республики Саха Якутии На этот Скандал Ну Дескать Не надо Развивать Скандал Что здесь Такого Нет Я считаю Что надо Чиновники Оборзели Совсем Но Что действительно Странно Чиновники Летают Аэрофлотом А не Авиакомпании Якутии Это вам Это вот Это вот Как начальник РЖД Летает Аэрофлотом Вместо Того Чтобы Курсировать На своих Поездах Ласточках Помощник Главы Якутии Согласился Пройти Тест На Алкоголь Ну То есть Мы с вами Прекрасно Понимаем Что помощник В отличие от своего Хозяина Возможно Был действительно Трезвый Но при чем Тут алкоголь Когда сняли Это за другое За Неподобающее Неправильное Поведение В самолете За гордыню Как сказали бы В древние времена Тут я согласен С Владимиром Вольфовичем Жириновским Моим Можно сказать Гуру И наставником Надо Сделать Восемь штатов В России Ну Северо-запад Центр Юг Кавказ Поволжье Урал Сибирь Восток И все Вместо Восьмидесяти пяти Субъектов Российской Федерации И соответственно Развивать столицы И этих самых Штатов А там Глядишь И другие Города Подтянутся И люди Не будут Так далеко Летать Чтобы просто Купить водки В Москве За восемь тысяч Километров Вторник Тема Неделя Внимание Мельдония Много не бывает Результаты Анализа Проба Александра Крушельницкого Говорят В пользу Версии О неосознанном Применении Допинга Нашли Наконец-таки Путинские Пропагандисты Формулировку Неосознанное Применение Допинга Неосознанное Применение Вооруженных Сил На Донбассе Неосознанное Применение Неосознанное Вмешательство Выборов США Неосознанное Убийство Бориса Немцова Например Да Возможно И так далее Ну а что касается Данной темы Действительно Допинг В Кюрлинге Маловероятен Но Но Крушельницкий Атлет У него Шикарное Тело Слаждение Тело Сложение Есть Мускулы А это Что означает А это Значает То что он Ходил В качалку И вот Ну это Логично Он ходит В качалку Тренирует Бицепс Трицепс Чтобы вот Эти вот Камни Дальше Ну Не дальше А скорее Как сказать Чтобы вот эти вот Камни Быстрее По льду Передвигались И Там-то В качалке То есть Не перед самим матчем А вот допустим Когда Атлеты Там Тренируются Какие-то физические Упражнения Да И вот как раз Плохо стало С Херцем Ну потому что Видно Понятно Да Они С Алиной Как ее там С его Женой Проходили Все классификационные Соревнования Тренер В них Не верил Они там Прошли классификацию На Олимпиаду Выиграли Чемпионат Европы Чемпионат мира Там Шикарно выступили Потом Прошли как раз На Олимпиаду Это все требует Усил Требует Физического Напряжения Требует Занятий Каждый день С гантелями С этой Со штангой Безусловно Конечно Сердце может Дать слабину Тут как раз Все понятно И как раз Как раз Ведь Мельдонии Как раз И предназначается Ну чтобы Сердце наше Работало Тип-топ Даже у спортсменов И тут как раз Он принял Допинг Ну это тоже Вы понимаете Да Не смотря Это матч за третье место А не финал Но это все Первый раз В жизни Человек Играет За бронзовую Медаль В керлинге Вообще В истории России Ну понятно Нервничаешь А нервы Это что Это не только Психика Это еще Это сердечно-сосудистые Заболевания Всего трясет Надо как-то Успокоиться Принять Какие-нибудь Препараты Танакуд Нет Запрет Кто же Вам сказал Что Кстати говоря Фамилия У Крушельницкого Очень характерна И Действительно Подверждает Тельс О том Что русский язык Великий Могуч Ведь Фамилия Ведь Кто попался На допинге Крушельницкий Круш Краш Или по-английски Краш В общем Плохая Да у него Фамилия Для Российского Спорта И На момент Записи Программы Я не знаю Но Может быть Так Что Мы пойдем На церемонии Закрытия Под олимпийским Флагом А не Под нашим Как нам Чиновники Измог Обещали Кстати Говоря Это С одной Стороны Но С другой Стороны Его Действительно Ведь Могли Подставить Подмешать Что-то Либо В саму Пробу Так Как Вы Удивитесь Но Ночью Вскрыть Незаметно Допинг Лабораторию Для хорошего Агента Хороших Спецслужб Спецслужб С точки зрения Оснащения Пару пустяков К тому же Крушельницкий И мы все Это видели Ходил в кафе Пил кофе В перерывах Между Мальчей По Керингу Да и Подмешать Туда В эту самую Его кружку Допинг Пару пустяков Достаточно Просто Отследить Геолокацию С его телефона В какой кафе И в какой час Он Пошел Ну и Притвориться Официантом К тому же Тренировался Он в Японии Перед Олимпиадой А Япония Все мы знаем Там много Дряни Есть Есть вот эта рыба Фугу Есть вот эта вот Дрянь Васаби Но Выше всех Я не понимаю Почему они популярны В России Дрянь Под названием Роллы Это вообще Вне всякой По шкале Дрянь Дрянь Это 10 из 10 Эти самые Роллы Почему Почему Нет условий Для тренировок В России В частности Например На Магадане Потому что Оттуда Ближе В Японию В Южную Корею На этот вопрос Президент Федерации Керлинга России Дмитрий Свищев Не стал Нам отвечать Но Тут я его Поймал На слове Ведь его цитату Александру Куршиницкому Могли добавить Допинг В Японии На тренировочных Сборов Ну раз так То почему Перед этими Перед двумя Положительными Допинг Пробами У него все Было нормально То есть Не в Японии Дело было Делаю Вывод Я А раз так Тогда в чем дело Ответ Применение Допинга В Керлинге Страны России Не планировалось Все думают Что Александр Не дойдет Даже до полуфинала Не говоря уж О бронзовой Медали Матч За третье Место Глянули Наши чиновники На медальный зачет И ахнули К тому времени У отлетов из России Было в графе Медали 0,0 И наши функционеры Приняли такое решение Что да Олимпиаду мы Проигрываем Но зато будет Первая медаль В истории России По Керлингу На Олимпийских играх И поэтому Что называется Риск Оправдан Последствия Налицо Есть еще одна Любопытная версия Ну которая Просто вообще За гранью Просто Любой какой-то Человечности Это то что Вот Заметьте да Александр выступал Своей женой В дисциплине Дабл Микс Выступали наши Девочки По Керлингу А мужчин не было Они проиграли Проиграли Классификацию На Олимпийские игры И вот зависть Зависть С их стороны Она могла Подвинуть Кого-то Из мужской команды По Керлингу Подмешать Какой-нибудь 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 Мельдонии Условно говоря Ему Например В бутылочку Из-под воды В номере Я думаю Может это И сам Тренер Сделал Потому что Он ведь Не брал их В команду Ни Александр Не брал В мужскую команду Ни его жену В женскую команду И только после того Как они все Выиграли Они доказали Что они спортсмены В России По Керлингу Номер один Тогда только Тренер И взял Федерация Керлинга России Направила заявление В Следственный Комитет России О возможном Добавлении Неизвестными Лицами Запрещенного Вещества В пищу Спортсмена Ох Не знаю Как СКР Будет вести Расследование За рубежом Наверное Обратиться В МТП Никто же Не дает Следователю Из другой Страны Данные С видео Никто же Не даст Следователю С другой Страны Данные С видеокамер Если только Он не представляет Интерпол Но у нас Есть к сожалению Негативный опыт Действий СКР За рубежом Например Когда СКР Был при Прокуратуре СКР Возбудило Дело Против Михаила Саакашвили О развязывании Войны В Южной Осетии И что Его посадили Передали России Ответ Очевидный Он бегает По крышам Сейчас бегает По нидерландским Крышам Но у него не сидит Почему Вот мы Своим Спортсменам В Сочи Можем Подмешивать Допинг Да А подмешивать Допинг Чужим Спортсменам Чтобы его Обнаружили Не можем Просто потому Что российские Спецслужбы Если и Эффективны То только Внутри Страны И то Я бы даже сказал Не везде А за рубежом Они мало Эффективны Пример С расформированием ГРУ После войны 08-08-08 И преобразованием Спецназа ГРУ В силу Специальных Операций Тому Пример Среда Небезня Небезня Человек Жесткий И застокий Попросил Никки Хейли Не называть Российские Власти Режимом Путина Вот его Цитата Вон Хочу напомнить Хейли В России Не режим А законно Избранный Президент Таким образом Он ответил На фразу Хейли Когда мы не соблюдаем Принцип Суверенитета Позволяя Режимам Ким Чем Ин Режиму Асада И режиму Путина Действовать Безнаказанно То тогда Суверенного Права По отношению К ним Не должно Применяться Ответила Хейли Действительно Некоторые Страны Часто Ссылаются На свой Суверенитет Чтобы Оправдать Своё Поведение Небезня Должно Быть Стыдно За то Что Какая-то Вшивая Американская Дама Поставила Нашу Первую Страну По территории В ряд Таких Изгоев Как Сирия И Северная Корея Изгоями Даже Не в плане Политики Или Санкций А в плане Экономики Технологий И уровня Жизни Населения Да У Кима Есть бомба Но что От этого Легче Населению Северной Кореи Где Людей Расстреливают Из пулеметов И там Свирепствует Голод Нет Еще Обратите Внимание Логический Ряд Ники Хэлли Россия Сирия Северная Корея Там Несменяемые Лидеры Государств А уже Давно Доказано Что Успешно Развивается Та страна Которая Хотя бы Один раз В 10 лет Сменяется Президент Мекель Тут кстати Говоря Исключение Из правил Есть такая Советская Поговорка Хорошее Место Лагерем Не назовут Ее можно Перефразировать Как Хорошую Власть Режимом Не назовут А у нас Режим У нас Гулаг Лайт По всей Стране Гуляет У нас Режиссеры Сидят За Неправильные В кавычках Постановки Фильмы А фраза То что Путин Законно Избранный Президент Куром На смех Массовые Вбросы Карусели Чуров Предшественник Панфиловой Своей Странной Математикой Где голос За Путин Равный Двумя Голосам За Оппозицию А за Оппозицию Голос Равный Нулю А у нас Оппозиционеров Убивают Около Кремля Журналистов Избивают В Подмосковье В частности В Химках Правозащитников Сажают В Тичне Подбрасывая Им На котики В багажник Их Путин Эти слова Эти слова Жизнь Им Не вернут Не вернут Кстати говоря До сих пор Не расследованы Не расследованы До сих пор Не выявлено Кто же Все-таки Заказал Политковскую С Бабуровой Я уж Про Немцова Молчу Голова Союза Журналистов России Призвал Коллег Не превращать Телеэфир В боксерский Ринг Его слова Были направлены В адрес Известного Телеведущего НТВ Андрея Норкина Который Подрался С украинским Экспертом Программа Места встречи Дмитрием Суворовым Во время обсуждения Фотографий Сделанных Предположительно В Донбассе Почему Предположительно Да потому Что до конца Непонятно Эти фотографии Реальны или нет Ну даже Если и да То весь Сербур Разгорелся Из-за того Если на Этих самых Фотографиях Дети Или нет Которых Обстреливают ВСУ Дмитрий Суворов Повел себя Вызывающий Он стал кричать А какие Есть еще Доказательства Обстрел Страна ВСУ Детей В одном Из поселков Донбасса И действительно Можно 150 раз Посмотреть те фотографии И детей Не найти на них Более того На них вообще Непонятно Кто кого Обстреливает Но вместо того Чтобы погасить Страсти Известный Телеведущий Подошел И начал Избивать Украинского Адвоката Мне в этой Связи Жаль Только то Что Земляк Суворова Ковтун Не вступился За своего Сограждана Согражданки Блин Гражданка За своего Зло Земляка И в этом то Проблема Украинцев Они не могут Никак объединиться Чтобы наконец Надавать Посусалам Рашистским Мразям Оккупирующим Крым А НТВ Как шикально Подставилось Теперь весь мир Видит Как вопреки Заявлениям Путина И Пескова У нас в стране Ненавидят Украинцев Стоит им Только в России И в Москве Поднять голос Как тут же Ведущий НТВ Который должен Быть по словиному Помету Над схваткой Бежит С кулаками На гражданина Чужой страны А ведь когда-то Был приличный Канал НТВ Пока его Путин В 2004 году Не отжал Думаете Только на ТВ Ненавидят Украинцев Нет И в моей семье Тоже Ненавидят Украинцев Мой отец Михаил Владимирович Наш Кривошеев Стоит мне Что-нибудь Ему рассказать Из того Что не рассказывает На центральном телевидении Ну что например В Донбассе Есть российские войска В Сирии Воюют наши наемники Так он сразу Ручит Как медведь Да это все Брехня Да там Украины Дебилы Все Да я всех Ненавижу Да я готов За Путина Воевать За Путина Ох он даже Палкой Как размахивает Там Когда показывает Например Любого американца У нас Сейчас Вот на его Примеры Процветает Фашистская Германия Образца 38 Года Очень Похожа Действительно Действительно Моего отца Постоянно Оболванивают Федеральные СМИ И поэтому Он ненавидит Другие Национальности Ну кроме русских Обратите внимание Ненависть И агрессия На центральном Телевидении Уже давно Вышла Из под Из под Контроля Кремля Так что Пришлось Вмешиваться Главному Журналисту Страны Руководителю Союза Журналистов России А вот что Заявила Ольга Белова Та еще Пропагандистка Кремля Я понимаю Норкина Я бы Вообще Я хоть Женщина Но готова Мутузить Мутузить Украинские Морды Но после Такого И Норкин И Белова Просто не Имеют Права Называться Журналистами Они Гандоны Кремля Надо Показывать Данное Видео Данное Видео Ну которое Есть сейчас В интернете С этой дракой В ОБСЕ В ПАСЕ В ЕС Чтобы журналистов Вообще Из Российского ТВ Не пускали Ни в Америку Ни в Европу А лучше Пусть бы Навальному Получили Расследование В отношении Норкина В том числе В том числе Под ПСКОМ И Норкой Над Норкой Над Он в больнице Лежает Над Регулярными Над регулярными А вот Папа Путинский Фашист Над Регулярными Войсками Казельской Германии 23 февраля День защитника Отечества Не только Годовщина Победы Но и День настоящих Мужчин Защитников В самом Широком Смысли Этого слова Говорят Нам Телеканал Звезда И сразу Не вспоминается Частушка С неба Звездочка Упала Лейтенанту На погон Оказалось Пролетала В небе Стая Из ворон Ну это К звезде К телеканалу Грань Между Защитником И агрессией Оккупантом В современной России Слишком Зыбка Насчет Праздника Это никакой Не праздник Во-первых Армия Суставала В России И до 1918 года Во-вторых Никакой Атаки Казельских Войск В этот день Не было А было Совсем Наоборот Вы удивитесь Но открываем Википедию И читаем Черным по белому Наступление Казельских Войск Началось 18 февраля А кто сделала Красная армия А Красная армия Со слов Современника Тех событий Антона Лавсенко В значительной части Оказалась Недееспособна Среди нее Был высокий Процент Дезертирства Красная армия Слаба Вынослива И небоеспособна В те же дни Но почему же Немцы В таком случае Не Двинулись На Питер И Москву Ответ Да и им В тот момент Это было Не нужно Да и Ленин С ними Да и Ленин С ним Подписал Через своих Доверенных лиц Брестский мир 3 марта 1918 года Который Немцев Вполне Устраивал И который Нам еще Который нам еще Окунется Лет через 30 А что же Мы отмечаем А мы отмечаем Годовщину Столетия Листовки Социалистическое Отечество В опасности Красная армия Настолько Была Слаба Что решила Обратиться К народу К своего К пролетариям Ну то есть К рабочим Крестьянам Вот что мы Отмечаем Хороший Ну К рабочим Крестьянам Тем кто еще Не был В РКК Понятно Вот что мы Отмечаем Хороший Патриотизм Ничего не скажешь Причем Если кайзерские Войска Так Кайзерские Войска Отпускали Своих Пленных Без оружия Разумеется Говоря им Вы свободно Идите Куда Хотите То Красная Армия Которой Так сказать Служил Мой отец Собрала Своих Военнослужащих И под ними Собирала Своих Военнопленных А под ними Подразумевались Не только Военнопленные Как таковые Не только военные Как таковые Под военнопленными Но и мирное Мирное население В концлагерях Граждан Граждан Атоп Красной Армии Что это Потом нам Всем Аукнулось В первые годы В первые дни Великой Отечественной Войны Путин действует Так же Как и Большевики Ведет Пиар Войну И ему Это еще Окупится Новыми Потерями Новыми Трупами Среди Российских Военнослужащих И представителей Частных Военных Компаний В Сирии И на Донбассе Отмечать же Данный праздник Это Это невежество И неуважение К своей истории Которые Демонстрируют Россияне Из года В год Из века Век И так далее На этом все Поздравляю еще раз Тех Защитников Кто Отстаивал Несмотря на то Что праздник фейковый Но тем не менее Праздник Есть праздник Тех Кто Отстаивал Мариуполь Тех Кто Сейчас Защищает Авдеевку От Российской Армии Спасибо За внимание До свидания